Друзья, всем здорова! С вами проект Ferrum Life и я Сергей Шихайлов. И это видео о 10-дневном, 7-дневном, 7-дневном опыте использования iPad 3. На этот аппарат я временно пересел со своего iPad Pro 9.7, не полноценно пересел, я до сих пор юзаю и iPad. Но я старался как можно активнее пользоваться и этим планшетом. И вот в этом видео я поделюсь с вами своими впечатлениями от этого аппарата. Это не обзор, мы не будем сегодня затрагивать каждую из его составляющих. Я просто поделюсь с вами своим небольшим пока что опытом общения с этим гаджетом, своими эмоциями, которые он у меня вызвал. Начнем мы с корпуса и за это дело в принципе iPad ругать тупо не за что, потому что в принципе по лицевой панели можно сказать, что это абсолютно классический современный планшет. Стекляшка с огромным дисплеем, снизу, чтобы вам точно было видно, три кнопочки красивенские. На мордочке есть неплохая леофобочка. Тут у нас живет фронтальная камера, тут у нас живет светодиод, тут у нас живут датчики приближения и освещения. Короче, по морде классический планшет. Сзади у нас огромная металлическая пластина, вырезы под динамик, логотип, камера, микрофоны. Опять-таки ничего супер-пупер фантастического или необычного. Но радует другое, что это все сделано руками, не рассыпается, щелей нет. За неделю использования я его в руках держал достаточно часто. И в сумке он у меня трясется и так далее и тому подобное. Все с ним хорошо. Щелей нема, зазоров нема. Ничего не скрипит, ничего не люфтит. Есть лишь одна вещь, которая болтается. Это кнопки регулировки громкости. Слушаем. Вот. Но это абсолютно классическая вещь для Xiaomi. У них, по-моему, кнопки болтаются в 99% вообще всех их аппаратов. Поэтому ругать за это конкретно Mi Pad я смысла никакого не вижу. Короче, по корпусу песня. За 250 баксов примерно столько сейчас он стоит. Как по мне, сборка просто великолепная. Еще и металл, а не пластик. Переходим к экрану. По экрану можно сказать, я могу сказать, буквально несколько вещей. Для начала давайте откроем Antutu. Зайдем в Screen Test. Зайдем в... Так, никуда не зайдем. А перефокусируемся. Так, теперь в мультисенсорный. It's 9 пальцев. It's... Ну, 10. 10 пальцев. Хаваем. Это, несомненно, хорошо. И я думаю, игроманов такая штука должна радовать. Потому что прям безотказный отклик в первую очередь нужен им. Помимо того, что еще могу сказать по экрану. Сейчас установлены специально именно такие обои. Потому что на них лучше всего видно... Я это просто напоминаю. Я в распаковке об этом говорил. Что этот экран конкретно нашего образца имеет небольшие засветы. Снизу, по контуру прям и сверху. Они не сильно давят на психику. Но, как бы, все равно не очень приятно. Это заметно и на других обоях. Но на них не настолько сильно. Они выжигают мозг. Что вам включить? Ну, допустим, давайте вот эти. Так. Вот сейчас вы видите. Тут сверху голубой. Да. А вот прям конкретно последняя полосочка идет. Такая аж прям небесная. Ну и тут снизу, как бы, уже темно-синяя заливка. Но в самом-самом низу, прям на грани, она чуть-чуть светлее. Значит, засветка все-таки имеется. И это не очень приятно. В остальном экран очень даже радует. Я повторяю, что я на это устройство пересел с iPad Pro 9.7. Там 2К-картинка. 9,7-дюймовый экран. Здесь 7,9-дюймовый экран. И тоже 2К-картинка. К ней можно приколупываться за углы обзора. За не супер охренительный, а просто хороший диапазон регулировки яркости. За засветы, о которых я вам только что рассказывал. Но сама резкость картинки просто бомбическая. И в этом плане, ну, мне iPad хочется скорее похвалить. И это клево. За 250 баксов вполне себе ничего. Про звук, про камеру мы сегодня говорить не будем. Для этого у нас скоро на YouTube-канале Firm.com выйдет подробный обзор этого аппарата. Там мы об этом деле поговорим обязательно. А сейчас мы перескакивая все эти вещи, переходим конкретно к железу. Те, кто не смотрел наши видеораспаковки, можете его посмотреть. Оно также валяется на YouTube-канале Firm Live. И там я катал в танке, если я не ошибаюсь, на максимальной графике и циферке были так себе. И после этой катки, ну, как бы, я в принципе был доволен, потому что было не 12 FPS. Но конкретных цифер я просто не помню. Но я был все же немного расстроен выбором Xiaomi, которые сюда запихали чип от Mediatek. Тем не менее, я рук не опустил, поставил средние пресеты, я никаких ползунков не двигал. Я тупо врубил средние. И мы, танки, спустя полчаса игры, мы держим цифру на средних настройках 40-60 FPS. Полчаса игры это время, за которое железо нагревается очень хорошо. И тем не менее, такая цифра держится. И это средние настройки, и это устройство за 250 баксов с 2К-экраном. Я считаю, что это цифры, в принципе, адекватные и достойные. За это, опять-таки, Xiaomi-шку я хотел бы похвалить. Еще, о чем мы сегодня поговорим. Еще раз перефокус Сережа делает. Опа, готово. Открываем галерею и видим первый скрин. Это скрин прогонки батарейки Geekbench 3 6,5 часов экрана на максимальной подсветке. Я сейчас чуть-чуть сброшу яркость. Возможно, так будет вам лучше видно. 6,5 часов экрана. По-моему, цифра супер. И Antutu Tester. 8,5 тысяч баллов. Ну, тут просто норм. Не более того. Но вот эта цифра радует прям очень сильно. Помимо того, относительно батарейки, я хотел бы сказать, что время зарядки от родного адаптера, от родного кабеля у нас составляет примерно 4 часа. Я специально с помощью родных аксессуаров ее два раза заряжал. Два раза он показал именно такую цифру. Вот такие вот помидоры. Закрывая вопрос батарейки, я хочу сказать, что она на глазах прям вот так вот ты листаешь там ВКонтакте, да? Или Ютубчик. Не видео, а вот просто листаешь. И видишь, как тают проценты заряда аккумулятора. Это не ProMiPet 3. У нас все более-менее неплохо. Я не использовал его прям от зари до зари, но я так себе прогнозирую, что чаще, чем раз в 3 или в 4 дня, если не залипать в игры, его заряжать не нужно. Если на него нажимать по полной программе, два раза в день его придется заряжать. Если мы говорим про танки. Если мы говорим про более элементарные игры, я не думаю, что они будут убивать аккумулятор значительно быстрее. По крупному счету, можно было бы сказать, что это все, но мы проэкспериментировали в прошлый раз. И при съемках видео, недельный опыт использования Xiaomi Redmi Note 4X, мы ввели рубрику ответов на вопросы. Вам она вроде бы как понравилась, вы положительно в комментариях отзывались. Поэтому давайте мы, наверное, повторим. Мы сейчас перекопаем ваши комменты, которые вы оставляли под распаковкой этого девайса. И на самые интересные из них, собственно говоря, и ответим. Поехали! Всем привет! Меня зовут Дима, если вдруг кто не знал. Вот и сейчас я Сергею Владимировичу буду задавать вопросы. Очень интересные и не очень, которые некоторые люди позадавали в комментариях. Комментов было гораздо больше, но я повысекал просто «я первый» и все в таком духе. Оставил только вопросы, в общем-то. И, кстати, я их не слышал. Мы умышленно сделали так, чтобы их отфильтровал Дима, я их не слышал до этого. Ну, в общем, сейчас будет перформанс. Трэш! Да! Давайте, спросите у меня производителя Матрицы, и я буду полчаса искать эту инфу. Давай! Короче, Алексей Назаров, почему там нет GPS, и как быть, если понадобится навигатор? Быть очень просто. Наверняка надо будет установить какие-то карты, которые будут достаточно просто интернета, и этот самый интернет надо раздавать наверняка с мобильного телефона. Да, тут нет симки, и поэтому прям отсюда же, отсюда интернет не раздашь. Но если есть нормальный смартфон, который Wi-Fi может раздавать, подключаем по Wi-Fi этот прекраснейший планшет и юзаем мобильный интернет с телефона. А ты уверен, что будет подтягиваться локация? Ну, на iPad, да. А? Всё? Вопросов нет. Ну, это на iPad. Я предполагаю сейчас. Окей. Бибо, бро, нахрена его пиарить, если он без сим-карты и мало кому интересен? Ну, нахрена его пиарить, потому что он стоит, в принципе... Во-первых, мы его не пиарим. А, ну, во-первых, мы не магазин. Да. Вот. То есть, нам по крупному счёту фиолетово, купите или нет. Вот. Но мы о нём рассказываем, потому что, во-первых, это новинка. Во-вторых, это Xiaomi. Это Xiaomi, и Xiaomi у нашей аудитории всегда тепло воспринималась. Я не помню вообще ни одного аппарата от Xiaomi, даже не смартфона, который посмотрели бы хуже, чем аппарат аналогичный от какого-нибудь другого бренда. То есть, хз. Вот. И вообще аппарат достаточно неплохой за 250 баксов. Можно сказать, что он примерно своих денег стоит. Пока что он чуть-чуть переоценён, потому что он только на рынок вышел, и налево-направо он не продаётся пока. Но месяц второй, и когда он уже и в локальных магазинах появится, я думаю, что цена упадёт в Китае заметно, и тогда его вообще смело можно будет покупать. Да его и сейчас можно покупать, он уже 250 баксов за офигенный экран, за охренительную сборку, за неплохую достаточно производительность, и батарейку не из какашек. Ну, блин, если честно, в моём личном рейтинге планшетов такое раньше мог давать iPad. Всё. Ну, при этом он ещё давал охренительную начинку. И просто обкакивательную камеру. Вот. Теперь появился, ну, не конкурент, но игрок. Вот. И я считаю, что за 250 баксов, в принципе, можно кушать. Вот поэтому мы о нём и рассказываем. А я хочу добавить, что для многих планшет это такое придиванное, прикроватное устройство, которое лежит дома и ждёт, пока хозяин вернётся с работы, для того, чтобы новости там почитать или в социалках полистать ленточку. Вот. И поэтому сим-карта нужна далеко не всем. Даня Шоня, будет ли полноценное сравнение с iPad? Полноценного сравнения с iPad не будет, просто по одной единственной причине. iPad лучше во всём, за исключением двух вещей. Цены, потому что он охренеть дороже. И времени зарядки. Вот эта хрень заряжается 4 часа примерно. iPad заряжается 5. Плюс. 5 плюс. Вот. Я не засекал, сколько вот точно. В остальном он лучше. Он лучше сделан. Ну, потому что он сделан вообще идеально. Тут хотя бы кнопочки болтаются, да. И мы не знаем, что будет с этим планшетом через полгода. Я своим iPad 2 пользуюсь уже сколько? Сколько ему? Короче, сколько-то тысяч лет. И с ним до сих пор всё вот так. Своим iPad Pro 9.7 я пользуюсь месяца 3, да. С ним до сих пор всё вот так. Поэтому, вот. По батарее он тащит. Я его не заряжаю каждый день, даже если очень много играю в танки. Экран бомбический. Там же не просто разрешение играет роль. Там и углы обзора офигенные. Там и диапазон яркости. Там вообще трутон экран. Ты под жёлтым светом сидишь. Белый цвет на экране отрисовывается в одной гамме, скажем так. Ты под открытым небом в другой гамме. Ты под синим светом сидишь в третьей. То есть, это только экран. Там, железо, там, запас мощности, я не знаю, год на... Ну, на три точно года вперёд. Это вообще не парясь, играя в любые игры с максимальной графикой, с охренительным фпсом. Камера снимает 4К. Я не помню, по-моему, то ли 720p, то ли 1080p, но... Но такое себе 1080p, а там такое трушное 4К. Динамики. Ты помнишь свой шок динамика в iPad? Я его, когда включил... Кинозал. Да, я его, когда первый раз сам включил, это, кстати, я играл в танки в этот момент, я ощутил всю ту симфонию, которую я не слышал раньше никогда. Вот. Поэтому... Ну, это неадекватное сравнение. Ну и цена. Тот стоит косарь. Ну, меньше. Моему, 800p, а этот 250p. Ну, чуть-чуть не то. Александр Смирнов. Буду признателен, если ответишь на вопрос. Интересует планшет для видосов, браузинга, чтения, игр, максимум, Hearthstone. Подскажи, пожалуйста, стоит ли доплатить и купить... Купить Mi Pad 3 или достаточно будет Mi Pad 2? А ну-ка ещё раз, что конкретно? Чтение, браузинг, просмотр видосов, господи, и Hearthstone. Ну, всё тащит тройка точно, двойка тоже бы тащила. Вопрос в этом самом Hearthstone, в который я никогда не играл. Если он по графике пониже танков, я в принципе... По-моему, это вообще 2D игра. А, да если это вообще какая-то... А, это, по-моему, вообще-то даже карточная игра. Ну, скорее всего, и двойка потянет. Но я вам просто рекомендую брать тройку по одной причине. Скорее всего, я в этом уверен. Не скорее всего, а я уверен, что производитель тройку будет поддерживать дольше. Потому что она свежее. И аккумулятор она расходует относительно неплохо. По всему остальному двойка как бы тупо то же самое, только, по-моему, там камера ещё лучше была. Я не знаю, всё, что вы хотите, двойка тянет. За исключением вот этой вот прекрасной игры, в которую я никогда не играл. Если она на графику не сильно давит, наверное, второго тоже будет достаточно. Планшет A7 Lenovo пишет. И ты, Брут, а ещё говорят, эра планшетов ушла. Главное, что я нам вообще никак не догоняю. Почему все его сравнивают с 9,7-дюймовым iPad'ом, а не с 8-дюймовыми аналогами от Lenovo и Huawei, или, например, с iPad'ом Mini? Дело в том, что мы его сравнили. Во-первых, что такое и ты, Брут? Я вот это вот хочу понять. По-моему, Цезарь это говорил. Ага, понятно. Короче, почему не сравниваем с Lenovo, Huawei'е и Samsung'ами? Дело в том, что я пользуюсь iPad Pro 9,7. Это мой аппарат. И он, конечно же, почти всегда есть под рукой. Поэтому сравнили с ним. Вот. 7,9-дюймового устройства или 8-дюймового устройства у нас под рукой не было. И поэтому iPad вот так вот и попал. Всё очень просто. А это я на всё ответил? Или там ещё что-то спрашивали? Ну, да. А, почему мы сравнили с этим iPad'ом, а не с Samsung'ами? И ответил Александр Чалалян. Наверное, так. Если нет, простите. Спасибо за отличное видео. Посмотрел на одном дыхании. Пожалуйста. Пожалуйста. Молодец. Сравните планшет с его предками. Думаю, будет интересно. Мы бы с радостью, но у нас их под рукой нет. Если вдруг кто есть в Киеве, например, или в Украине хотя бы владелец iPad Mi Pad 2, и он может нам его предоставить с удовольствием, то, возможно, мы в таком случае подумаем над сравнением. Но по факту у нас его нет. Но маловероятно. Dark Sin. Синер. Да, прошивка точно кастомная в конце 2.0. Ок. Кверти пишет. Лучше уж доплатить и взять новый iPad 2017, который во всем на голову лучше. Разница всего 100 баксов. Унайма пытаний. Ну, как бы, согласен. Но можно потом еще доплатить 300 баксов и взять iPad Pro 9.7, который будет лучше во всем над iPad'ом 2017. Я в этом прям вообще не сомневаюсь. Вот. Но вы, во-первых, должны понимать, что доплачивать можно бесконечно. Это первое. Второе. Надо понимать, что разные операционные системы. То, что дает Android, не дает iOS. Вы можете подключить это устройство к компьютеру и вообще не парить с каким-то левым софтом скинуть на него фильмец с iPad'ом. Так хрен. Его надо там конвертить или загонять в специальную приложуху. А очень толковые и не криво работающие приложения вообще зачастую стоят денег. Небольших. Но менталитет не позволяет вот так налево-направо разбрасывать там какие-то по полтора доллара. Это Дмитрий Леонидович у нас олигарх. Он песенки покупает. Да? Вот. А нормальные славянские люди так не могут поступить со своим бюджетом. В итоге, я с вами согласен. Но, во-первых, доплата. Во-вторых, разные оси. И поэтому разные возможности. Воронеж рулит, пишет. То чувство, когда первый Mi Pad мощнее третьего и еще прошивка адекватная на первый. Первый был, по-моему, на Тегре, да? По-моему, да. Ну, я не знаю, что вам ответить. Окей. Беда только в том, что первый попробуй купить. Его, по-моему, 11-го числа. В обычных магазах можно. Ну, да. Пересобранный, бэушный. Почему? Я на розетке видел пару месяцев назад, да. Ну, я не утверждаю. Может, это был рев. Так, старый пишет. Мультитач на 10 касаний нужен не для геймеров, просто точность распознавания выше, чем на экранах, в которых мультитач на 5 касаний. Правильно. Ну, как бы с элементами интерфейса на планшете в принципе проблем быть не может. Как бы даже те же кнопочки, где буковки, они на 8-дюбовом экране достаточно большие, поэтому промахнуться будет сложно. А другие элементы интерфейса в принципе крупные, поэтому, как по мне, то на планшете 10 касаний мультитач, это, наверное, все-таки для геймеров, чтобы вот точно, вот моментально распознавало твое прикосновение. Ну, тут как бы и я, и вы правы. Ок. Все? Все. Я хотел бы закончить ответы на вопросы. Ответом на первый вопрос. А, это первый был, да? Да. Это был Алексей Назаров. Про GPS, да? Да. Значит, GPS у нас тут нет. У нас в офисе есть, естественно, Wi-Fi. И вот, благодаря этому самому Wi-Fi мы нормально определились, где мы находимся. Я даже только что повернул его. Да. И он синхронно со мною повернул. Короче, через Wi-Fi раздаете интернетик с телефончика, мы его хаваем, и все как бы абсолютно нормально. Подхватило местоположение, вот, блин, прямо идеально. Вот у нас реально через 10 метров начинается в ту сторону улица Садовая, и вот, смотри, оно, кстати, в ту же сторону и показывает улицу Садовую. Вот. Все правильно. Все абсолютно верно. Поэтому такой проблемы, я считаю, нема. На этом видео про мой краткий опыт использования Xiaomi Mi Pad 3 подходит к концу. Большое спасибо, Дмитрий Леонидович, за участие. Нема за что? Большое спасибо вам, что оставляли вопросы к видео по распаковке Xiaomi Mi Pad 3. Если у вас еще какие-то вопросы остались, и вы считаете их охренеть важными, и не очевидными, что я их не подниму в обзоре, опять-таки, оставляйте их под этим роликом, и я со дня на день сажусь писать уже конкретно обзор. Возможно, ваш вопрос поможет сделать мой обзор более интересным. Так что оставляйте, не стесняйтесь. В описании этого ролика ищите ссылочки на этот прекраснейший планшет в различных интернет-магазинах, а также линк на кэшбэк-сервис Letyshops.ru, который будет помогать вам экономить на покупках в интернете. На этом у нас все. С вами были Дмитрий Луценко и Сергей Шихайлов. Всем спасибо за просмотр. Пока!